Так, сегодня у нас такое коротенькое занятие, которое посвящено тому, каким образом выглядят правильные и красивые и интересные фотографии в инстаграме и как можно их самим делать с минимальными затратами, с минимальными, скажем так, усилиями. Наверняка тем, кто участвует в игрушке, это дело очень сильно пригодится, тем, кто просто занимается сам по себе, ну, как бы просто делает свои какие-то фотки, выкладывает в инстаграм или, в общем, короче, для всех остальных тоже пригодится. Чисто для общего понимания, да, я набираю по-английски слово dress, это платье и, соответственно, могу посмотреть, каким образом выглядят те или иные посты в инстаграме, в ленте по тегу или по поиску платья. То есть, соответственно, чисто для общего понимания можно сообразить, что, чтобы продать платье, делается определенным образом картинка, которая дает возможность посмотреть на то, как выглядит это платье и как оно может быть на живом человеке. Просто похвастать какими-то красивыми платьишками можно, да, и еще один вариант, когда надо обязательно его продать. То есть, просто похвастать можно, например, вот таким образом, ну, собственно говоря, вариантов масса, ну, например, вот таким образом, да, вот я такое новое платье себе купила. Выглядит хорошо, ноги не обязательно, голову можно отрезать в этой ситуации, ну, поскольку речь идет о том, как девочка купила себе платье, она его хочет показать, то, соответственно, у нее голова целая. Если речь идет о платье, которое продается, платье может выглядеть вот таким образом, да, спереди, сзади на одной картинке, либо вариант, когда его, например, раскладывают, ну, вот таким образом, например, раскладывают все, что есть, продавая комплект, например, какой-нибудь, или какие-то там блузки, блузку с юбкой, или, ну, что-нибудь вместе, да, комплектом, то можно вот таким образом расположить этот комплект просто на ровной поверхности, видите, я не знаю, видно вам или нет. Это обыкновенные бумажные листы, которые положены на пол, ну, или на любое другое место, как удобней. Идеальный вариант на пол, потому что тогда можно с высоты человеческого роста снять вот такую картинку, так называемый вертикальный шот. Соответственно, все остальные варианты, которые здесь на первом экране у нас образовались, они не очень правильные с точки зрения продажи, ну, вот еще вариант более-менее нормальный, когда девочка как бы себя на Nikon сфотографировала, как бы сама. Ну, то есть, в принципе, неплохо, таких вариантов наверняка много вам попадалось в каких-нибудь интернет-магазинах и подобных местах, да, то есть, когда вот так вот японцы любят или китайцы продавать свой товар, когда голову не видно или часть головы только видна, да, и когда виден, в общем-то, общее представление о том, как тот или иной товар, там, то или иное платье, вот, майк рваная, там, или еще что-нибудь, как она выглядит на человеке. Это проще, быстрее, удобнее снять таким образом, да, на себе вот таким образом, вот так, как эта девочка снимает, или на модели, как здесь, это, ну, чтобы продать любую вещь, идеальный вариант, когда вы снимаете на каком-то интересном, крутом человеке, это дело, да, оно происходит сразу же, ну, как бы, человек, который смотрит, девочка увидела такое платье, да, на другой красивой девушке думает, ух, я тоже буду такая красивая, если его куплю. То есть, таким образом, примерно, возникает, ну, как, возникает такая цепочка. Вещи, которые сняты отдельно сами по себе, ну, на каком-то красивом, неожиданном фоне, или на какой-то красивой, там, подложке и так далее, да, они тоже, в принципе, неплохо выглядят, и, соответственно, тоже могут быть, могут быть поданы хорошо и красиво. Вот этот самый кривой из вариантов, да, китайский, как, ну, чудовищный фон, страшные, ужасные картинки, не поглаженные и так далее, они, как правило, либо используются оптовиками для оптовой продажи, либо используются людьми, которые только-только начали и решили сделать себе бизнес, и, соответственно, создали свой первый интернет-магазин и пытаются вот не в таком нормальном варианте продавать, да, как положено, ну, как бы показывать свои картинки, а именно там в варианте, что уж есть, то и показывают. Вот еще один пример, да, то же самое, немножко более аккуратный вариант, но тоже не поглаженный, ничего там, как было, так и положили, сфоткали, даже не положили, это белая стенка, гвоздик вколочен, вешают на плечики, на один гвоздик вешают какие-нибудь тряпки, которые достают из мешка. С одной стороны, здорово, с другой стороны, ну, как бы, это говорит о том, что человек, который хочет эту вещь продать, он для него эта вещь, она одна из тысяч, там, может быть, десятков тысяч, и, соответственно, заморачиваться на поиске нормальной, адекватной, красивой модели, да, на съемки нормальные, на хороший свет, ну, этот человек просто не хочет или не желает. Ну, и вот это тоже самое говорит о том, что человек просто достал, ну, какую-то тряпочку сфотографировал, ну, вроде нормально. Вот, поэтому, если вы хотите продать какую-то вещь, и вам нужно показать ее во всей красе, то идеальный вариант эту красу все-таки, ну, как бы, организовать каким-то образом, да, и чтобы она выглядела как следует, надо, либо использовать живого человека, на котором все это красиво висит, либо аккуратно разложить, но так, чтобы она была уже и поглаженная, чистенькая, аккуратненькая, вот как здесь, например, да, то есть ровно разложить таким образом, чтобы было видно рисунок на платье, например, да, приложить какие-то аксессуарчики красивые. То есть вот это уже гораздо интереснее смотрится, намного более серьезно воспринимается, и, соответственно, такого рода платья, которые, или аксессуары, или какие-то вещи, да, которые продаются таким образом, ну, вот, например, таким, они гораздо более серьезно смотрятся, и любой человек, который увидел это дело, он может оценить и по достоинству оценить усилие продавца и усилие, собственно говоря, того человека, который все это дело пытался сфотографировать. Вот, это тоже неплохой вариант, когда в зеркале, в красивом, да, отображается красивый интересный интерьер, красивая девушка, здорово смотрится, тоже, в принципе, вариант такой возможен. Если у вас есть такая фактура какая-то, да, ну, не вопрос, пожалуйста, делайте так же. Если фактуры нет, можно обойтись гораздо более простым способом, да, например, вот, фотографированием на ровном фоне, на обычном, на любом. И глубоко теоретически вот это можно сделать самостоятельно, но сразу скажу, что здесь был более-менее приличный свет, тут несколько источников, и они дают такой ровный и более-менее аккуратный свет. Если вы при одной лампочке на машине будете, ну, как бы, фотографировать, то свет будет гораздо хуже, и картинка будет намного страшнее, что-нибудь вот такое наподобие получится. Вот, такого рода картинки бесполезно выкладывать, никто не поймет, что это такое, никто не поймет, как выглядит ваша одежда, прилично, да, или неприлично, вообще не поймет. Ну, и вот то же самое можно и вот про это сказать. То есть, это может быть и трикотажным платьем, может быть и какой-то набор непонятный из чего, вообще, ну, то есть, очень трудно понять, из чего это вообще сделано, и что это такое. Соответственно, ваша задача при попытке продать что-нибудь нужное или ненужное, да, сделать идеальный вариант, вот такой фотографии, вот такую, когда все в одном стиле сделано, например, да, если вы продаете только юбку, то вы можете собрать какие-то вещи, которые тут по теме, да, и сделать фотографию, и когда потенциальная покупательница будет знать, что эта юбка в таком комплекте офигительно смотрится и продается. Вот, самый хреновый из вариантов, еще раз говорю, вот такой, когда вы просто на вешалке или как попало снимаете мятые вещи, ну, вот, и третий вариант, когда вы используете модель или манекен. Манекен у него у всех есть, соответственно, да, то есть, чтобы найти манекен, это довольно-таки трудно, проще всего найти какой-нибудь добровольца, модель относительно симпатичную, или даже если не очень симпатичная, просто голову не снимаете, и все, будет вот такой вариант вполне себе нормальный. Ой, пардон, сейчас, вот здесь. Это что-то такое гламурное показывают. Ну, я просто, это поиск по слову платье, да, то есть, как бы, если это dress назвали мы, не русское слово, если мы напишем платье по-русски, если выбрать, да, и посмотреть все публикации, которые со словом платье в русском, варианте есть, то они немножко будут более грустные, потому что такого рода платья никто не продает, это не про платье тема. Вот, есть такие варианты иногда попадаются, но на самом деле, вот это, ну, это выглядит плохо, прямо скажем, хотя формально это интересно, но снято это не очень хорошо. Вот, то есть, самый простой вариант, это ровный фон, еще раз напоминаю, какой-нибудь доброволец, красивые, красивые аксессуары, красиво все одеть, да, это дело, ну, либо, если нет этого варианта, то мы можем использовать вещи, снятые на каком-то однотонном фоне и красиво разложенные, желательно поглаженные и желательно каким-то образом, ну, как-то разложенные с акцентами или с какой-то бижутерией или еще с чем-нибудь, с какими-то элементами, которые можно использовать дополнительно. Вот, еще раз показываю, это не очень хороший вариант, хотя он и на манекене снят, то есть, тут освещение неправильно подобрано, надо было отойти немножко дальше и со стороны окна фотографировать эту, эту, это, ну, платье, не платье, как его называют, кардиган фикозный. Вот, здесь получше получилось, свет правильно падает, то есть, это на полу лежит просто на ламинате платьишко и свет падает от окна, достаточно далеко от окна отодвинулись и получилась очень красивая и такая равномерно освещенная картиночка. Вот, и, соответственно, либо, да, вот, добровольцы на ровном фоне, вот, ну, либо фон может быть просто беленьким, либо темненьким, неважно, в зависимости от того, что вы снимаете. Идеальный вариант фон контрастный, если вы снимаете ярко-голубую какую-то вещь, то на светлом фоне, если бы она была темно-синяя, это было бы еще круче, и если вещь какая-то светлая, то она должна быть на каком-то фоне более темном. Ну, вот, живой пример, да, темная вещь на светлом фоне выглядит максимально выгодно и красиво, и четко видно, как это все, что это выглядит и так далее. Даже придумали название, то есть, я его назвал ежедневный крутой шот, да, а это свитшот называется вообще. Ну, то есть, вот такого рода вещи, которые используют при продажах, при продажах платьев, при продажах одежды и так далее, да, через Инстаграм они назвали свитшот, и вот его можно прям ткнуть, даже тег, посмотреть по тегу свитшот, ищется очень много всяких разных хороших, красивых картинок, которые вы можете использовать в качестве образца, в качестве примера. То есть, если вы хотите продать какие-то вещи старые, которые у вас лежат, ненужные, да, но не надо всем говорить, что они старые и ненужные, можно сделать очень красиво, очень аккуратно, вот так вот, например, свой шарфик какой-нибудь обыграть, варежки ручной работы и так далее, вполне себе симпатично получилось, да, и как бы двигать это делаем массы. То же самое можно, вот еще вариант, очень хорошо снятый при естественном освещении, но это уже перепощено много раз. Вот, ну, то есть, можно посмотреть, набрать свитшот и посмотреть, как выглядят те или иные картинки, как они смотрятся, ну, естественно, те картинки, у которых больше всего лайков, можно брать в качестве примеров для продажания. Но тут не так много, потому что это все-таки слово нерусское, и, соответственно, вот свитшот, если будет, ну, так, подожди, сейчас, сейчас, просто как его пишут по-английски, надо посмотреть, ага, никак. Ну, ладно, давайте посмотрим, что у нас. Свитшот Москва, а, ну, это вот сладости. Ну, смотрите, да, то есть, про платье я поговорил, да, примерно понятно, как чего, как снимать сладости, тоже молодцы, вот они, хорошо у них получилось. Соответственно, торты снимают, как правило, с некоторым углом на ровной поверхности, точно так же, да, то есть, это торты, или какие-нибудь кондитерку, или какие-то вещи, которые вы продаете, которые требуют, вот, показать, как оно выглядит не только сбоку, но еще и сверху, да, то идеальный вариант снимать это дело под углом 45 градусов, и, соответственно, таким образом вы даете возможность понять, как выглядит ваше изделие, там, торт, или все, что угодно, и что у него там сверху накладено, эти самые ягодки, там, или еще что-нибудь такое. Вот, это 30 градусов, ну, тоже, в принципе, неплохо. Вот, ну, и так далее. То есть, такого рода вариант съемки относится ко всем, к любым, собственно говоря, предметам, да, и, соответственно, любые предметы, которые вы хотите показать сразу же и объем, и то, что находится сверху, например, да, на этом предмете, то надо его снимать немножко сверху, ну, под каким-то небольшим углом. Гораздо хуже, ого, сейчас, гораздо хуже ситуация с какими-то большими предметами, типа, там, холодильников и, ну, каких-нибудь, не знаю, там, пылесосов, да, потому что, вот сейчас мы попробуем набрать слово продам, посмотрим, как люди продают в Инстаграме что-нибудь. Вот, барахолка, например, да, продам все. Вот, здесь, естественно, можно посмотреть, что комбинезон, который вот таким образом подан, он будет когда-нибудь, он и продастся, или не комбинезон, даже непонятно, что это пуховик какой-то, куртка. Она продастся когда-нибудь, но если ее надеть на живого, там, ребенка, да, она продастся быстрее, если ее сделать хорошо, красиво, качественно сфотографировать, то продастся еще более быстро. То же самое абсолютно ко всем вещам относится, поэтому, когда вот таким образом пакетик подаете, то он, естественно, продается гораздо интереснее и быстрее, и даже дороже, нежели чем вещи, которые вы подаете как попало, и, соответственно, выглядит как попало, да, и вот, например, мы взяли просто на вешалку, повесили платье. Черт узнает, из чего оно, где у него ни текстуры, ничего не видно, непонятно откуда, ну, в общем, короче, все грустно. Вот, поэтому не уподобляйтесь вот этим людям, которые продают, пытаются продать свои вещи как попало, ну, вот эта, кстати, тоже модель такая, не очень правильная. Ну, тем не менее, вот отличный вариант, да, то есть продам платье вместе с девушкой, ну, и все отлично, хорошо, очень красиво смотрится, все ярко и так далее. Вот, поэтому есть еще одна интересная штука, которые любят, любят зажисты, так называемые, да, то есть здоровый образ жизни, кто ведет, они тоже очень любят так называемые вертикальные шоты, вертикальные публикации, то есть это вещи, которые могут каким-то образом, сейчас попробуем найти, вот, да, каким-то образом передают те, те, ну, как бы, вкусные какие-то штуки, да, которые вроде бы и здоровые, вроде бы без мяса, но в то же время, я не знаю, чем разница здорового и без мяса, как бы, разницы нет. Фото еды, ну-ка, давайте попробуем выбрать фото еды и посмотрим, да, вот вариант фото еды, смотрите, это вариант, который снимается не вертикально, а снимается так же, как тортики, так же, как любые вещи для продажи, то есть где-то порядка 45 градусов наклон объектива, и, соответственно, при нормальном естественном освещении, желательно от окна, тогда у нас получается красивое ровное освещение, никаких зверских бликов нет, печенька не засвечена, ну и так далее, то есть получается красиво, ярко, аккуратно. Если мы снимаем точно такой же шот, вот еще один, да, например, под углом, то надо точно понимать, что у нас на заднем плане, какие там предметы, что там находится и так далее, даже если они становятся размытыми, да, при съемке хорошим настоящим фотоаппаратом, то на переднем плане у нас весь акцент, но задний план имеет место быть, и без него обойтись невозможно. Водка белугой, ну, как бы стопарик и так далее, ну, то есть это все серьезно и красиво, и выглядит должно хорошо. Ну, вот кекс красивый, симпатичный, да, выпечка тоже под 45 градусов снята. Если вы попробуете, ну, просто понимаете, что такое 45 градусов, да, то есть угол наклона вашего объектива по отношению к объекту, который вы фотографируете, он должен быть где-то 45 градусов примерно. И, соответственно, у вас получится такая красивая, интересная картинка. Вот, если вы хотите снять, вот еще один такой же вариант, если вы хотите снять все-таки вариант, который я советую, да, вариант, который называется вертикальный шот, то он выглядит вот таким образом, он очень популярен в последнее время в Инстаграме, его довольно-таки активно, ну, активно используют вот эти зажисты все, да, кто занимается здоровым образом жизни и популяризацией его и так далее. То есть они наверняка могут, могут наверняка как-то похвастаться, да, что у них есть красивые там вкусные штуки всякие, вот еще один такой вариант. И, соответственно, пытаются все это дело сфотографировать и показать людям. Вот это специально снято, это, естественно, не то, чтобы просто завтрак и все, это специально снята фотография для того, чтобы показать, как может выглядеть пирожок, как может выглядеть там корица и посуда и все остальное. Но, в принципе, собрать вот такую композицию надо где-то 2-3 минуты, там, 4. То есть это берется просто корица, которая должна лежать где-то в отдельной баночке, да, какой-то кориандр или как его называют, забыл, какая-то сухая веточка. Ну, то есть, в принципе, эти вещи, если они у вас есть в запасе закрома, хоть укроп, хоть что угодно можно использовать и, соответственно, отрезать кусочек пирога и положить вот так вилку с ложкой. Ну, в принципе, ничего сложного здесь нет, просто это все снято вертикально, прям ровно сверху и, соответственно, таким образом как бы выглядит довольно-таки прикольно и, ну, как бы, так, нестандартно. Ну, может быть, сейчас уже немножко стандартнее все это стало, но если вот смотреть фото еды, да, которые я набрал, тут довольно-таки мало таких хороших, красивых кадров, как вот этот, например, да, и никто не мешает вот таких напечь каких-нибудь там вкусняшек и оладьев, да, и, соответственно, его вот таким образом сфотографировать все это дело. Текстура, которая внутри вот этот, да, стол там какой-нибудь красивый, текстурированный или еще что-то такое, совершенно не обязательно, можно использовать какие-то бумажки, можно взять просто обыкновенную даже газету, все что угодно, но при освещении, при таком вот освещении, как здесь, ровном освещении с одной стороны, со стороны окна, любая бумажка, любая текстура, которая у вас будет снизу, которая, ну, главное, чтобы она была равномерной, ну, по всей площади примерно одинаковая, похожая. То есть вот так как-то, чтобы это выглядело, это не очень хороший пример, сразу скажу, но просто как вариант, что просто взяли салфеточку и использовали, ну, вроде нормально, симпатично. Чтобы красива была картинка, чтобы она была модная, крутая, навороченная, идеальный вариант использовать стандартные, нестандартные какие-то текстуры наподобие, вот, например, каких-нибудь деревяшек текстурированных или каких-то естественных, там, тканей льна или еще чего-нибудь наподобие, да, и тогда получается, что картинка становится красивая и картинка такая прям, ну, богатая, да. Вот, если вы используете, ну, слабенький, скажем так, вариант какого-то фона, какие-то, ну, тепляписки, да, и вот еще берете там освещение от лампочки или еще чего-нибудь используете, то получается вот такая вот фигня страшная, да, дикая страшная овсянка, какая-то шоколадка, риттерспорт или еще что-то наподобие, кусок кофе, ну, то есть, в общем, выглядит адским пердецом все это дело. Вот, поэтому глубоко теоретически вертикальные шоты выглядят все равно круче, интереснее, независимо от того, что бы на них не было снято. И дополнительно к ровному фону, который, да, использован сзади там на ровном фоне, когда все это снимается, вы можете использовать какие-то мелкие элементы, брошюрки, кусочки журналов, какие-то там, не знаю, мелочи, визитные карточки, все что угодно, чисто для того, чтобы понять, ну, как бы человек мог понять, который это дело все смотрит, что вы во время поедания этой прекрасной полезной еды вы там смотрели, например, еще какой-нибудь журнальчик там или просто для красоты это можно использовать, не обязательно журнал, можно, это может быть какой-то элемент, еще там дополнительный платочек или еще что-нибудь, главное, чтобы он не занимал всю площадь этого вашей картинки и буквально углом каким-то сюда залезал и желательно, чтобы он по композиции, сейчас я о ней немножко позже расскажу, по композиции он не, этот кусок фона не сильно доминировал. То есть это такая достаточно простая и несложная технология съемки, сейчас я, ну, мы сегодня говорим о вертикальных вещах, да, поэтому я их поищу. Вот, очень хороший пример, это прекрасный пример, но как раз вот так лучше не делать, почему? Это так называемая закрытая композиция. Закрытая композиция, это когда у вас в рамке этого квадратика, который у вас здесь нарисован, да, ну, как бы фотография в инстаграме квадратная, чаще всего, сейчас можно помещать и квадратные, и не квадратные, но лучше использовать квадратный вариант кадрирования для всех нормальных людей, это интереснее, во-первых, во-вторых, при кадрировании, вот здесь, да, видите, все картинки квадратные, при кадрировании любой вертикальной или горизонтальной фотографии используется только центральная ее часть, и неизвестно, что будет у вас на вашей превьюшке, будет видно. Поэтому лучше фотографировать сразу квадратную фотографию, и здесь в данный момент получилась закрытая композиция, так называемая, когда все предметы более-менее значащие, которые видны каким-то образом заметно, да, они включены внутрь вашей вот этой рамки, и практически за исключением вот этого небольшого кусочка кофейной чашки, да, которая на самом деле была в горизонтальной фотографии целиком, вот, и человек взял просто бессовестным образом, вот видите, тут начало надписи осталось, что-то там было написано, вот, человек взял и отрезал просто, ну, как бы неправильно, надо было отрезать вот здесь, чтобы осталась только ложка, и сюда в левую сторону немножко добавить, чтобы край вот этой тарелочки с киви, да, чтобы его было видно полностью. Тогда получилась бы очень хорошая, красивая, закрытая композиция, правильная с точки зрения фотографии, правильная с точки зрения, там, не знаю, дизайна и живописи. Вот, это так называемая закрытая композиция, когда вы можете любое количество объектов расположить внутри одной какой-то зоны, да, внутри этих рамок, и ни один из предметов не выходит за, ну, за рамки этого, этого квадратика. Ровно обратный, обратный случай, когда вы создаете открытую композицию. Открытая композиция подразумевает наличие какого-то количества предметов самых разных, но при этом каждый из этих предметов не целиком в кадре. Это очень удобная, красивая штука, да, то есть у вас здесь целиком то, что лежит на тарелке, это круто, очень хорошо смотрится все красиво, и тут же баночка с медом, чай и тарелка, они выходят за край этой квадратной фотографии. Получается очень красивая и аккуратная композиция по динамике, чуть-чуть не хватает чего-нибудь вот в этом пустом фрагменте, который здесь виден. Но зато сюда можно было бы, конечно, часть, ну, допустим, вот этот, часть текстуры стола, например, да, сдвинуть все это дело и снять так, чтобы текстуру стола было видно вот именно в этом месте. Тогда было бы прикольно вообще смотрелось. Ну, либо положить какую-нибудь мелкую деталь, не знаю, конфетку или еще что-нибудь, мелочь какую-то, но не ровно в середину этого фрагмента, а ближе вот сюда, куда-то к баночке. Тогда получится более уравновешенная композиция. Сейчас она перетягивает на левый край очень сильно и, соответственно, ну, как бы, ну, есть, неплохо смотрится, но можно сделать лучше. И здесь еще жирный минус, что фокус только вот здесь, в центральной части, а внизу нету, но это тоже уже мелочь. Вот, то есть, в принципе, такого рода композиции создать нетрудно, они делаются очень легко. Вот, пожалуйста, еще один хороший пример. Это горизонтальная картинка, но если ее отрезать, если оставить только середину, то она, в принципе, тоже будет неплохо смотреться, но, правда, ручка отрежется, а это будет плохо. То есть, вот это, это, сейчас я на нормальном примере сразу покажу. То есть, если вы создаете такого рода композиции вертикальные, да, вот, еще раз напоминаю, это называется закрытая композиция, то есть, когда весь объект целиком входит в рамки вашего фона и целиком, вот, со всех сторон он ограничен тем фоном, на котором все это дело снимаете. Это закрытая композиция. Открытая композиция содержит элементы, которые выходят за край, выходят за край вашей композиции, и, соответственно, ну, не все, а часть, какая-то часть этих предметов видна целиком, а часть выходит за край. Это так называемая открытая композиция, которая подразумевает какое-то продолжение. Вот отличный пример. Просто шикарный, да, то есть, баночка не целиком влезла, чашка не целиком, салфеточка уходит за край, ну, и такой шикарный вкусный тортик. Вот, то есть, такого рода композиции создаются с помощью самых-самых простецких, ну, как бы, очень простых способов. Вот, ничего не нужно придумывать, если у вас нет вот такой красивой коричневой доски дома никакой, да, бросьте все это дело на ламинат, на пол, куда угодно, и, соответственно, так, это немножко другой стиль, и, соответственно, результатом вашего творчества может вполне оказаться вот такая красивая, интересная картиночка. Она может быть не квадратная, еще раз показываю, да, но идеальный вариант все-таки делать картинки квадратные. Квадратные картинки смотрятся интереснее, более стильно, более красиво и более инстаграммно, скажем так. Вот, совершенно обыкновенные две салфетки, формочка для этого, как его называют, для омлета, для хлеба жареного. И, соответственно, все просто, очень стильно, красиво. Вот кашка красивая с какими-то этими, вот, на салфеточки просто поставили и все. То есть, делается это все очень просто, ничего не нужно придумывать. Вот такие штуки мы будем еще изучать дальше. Это очень хороший шаблон, прикольный для инстаграма. Ну, в данный момент он, как бы, просто мне под руку попался, но мы будем такие штуки изучать, потому что это классная штука. Она очень хорошо стильно смотрится, она интересно выглядит, привлекает внимание и так далее. Если у вас есть какие-то яркие тарелки, то тоже, в принципе, можно использовать очень неплохо. Нестандартные вилки и яркие, красивая, ну, как бы, красивая посуда, то вполне себе можно увидеть красоту. Мир должен знать здесь, что я ем. Видите, какой интересный, полтора миллиона публикаций с таким хэштегом. Вот, соответственно, вы можете посмотреть и этот хэштег, любой из них, который связан с едой, да, вот, можете обратить внимание, что здесь тоже хорошо, красиво. Тут открытая композиция, так называемая, да, как раз красиво бананы уходят куда-то там вдаль. Все смотрится шикарно, и как раз, еще раз объясняю, это такая картинка получается с помощью любого фотоаппарата абсолютно и с помощью, естественно, освещения со стороны окна. Вот, то же самое. То есть, вы можете использовать, да, то есть, какие-то хлебцы тут, не знаю, ну, вот, какие-то мелкие детали, вот эти вот мелкие, совершенно не обязательно их использовать. Можно, если есть что-то мелочь какая-то, ну, насыпьте, если нет, то вообще не смертельно. Вот, ну, любая картинка, которая таким образом снята, ну, именно в таком стиле, да, она выглядит все равно уже хорошо и красиво, даже если на ней не очень много каких-то мелких деталей. Вот, ну, сам стиль, сама подача именно, вот эта вертикальная фотография, даже вот, видите, там, не знаю, суши, там, два помидора и все, и, пожалуйста, палочки. Все простенько и красивенько. Не надо заморачиваться, не надо портить себе нервы, силы и так далее, и все такое. Ого. Вот, и, соответственно, можно снимать чуть под углом, но это будет немножко другой вариант, тоже красивый, имеет право на жизнь, но это немного другой вариант, другой. И, как бы, о нем надо разговаривать отдельно, потому что в нем еще есть такая штука, как фокус, и ее можно учитывать, да. То есть часть этой картинки будет в фокусе, часть не в фокусе, и будет очень красиво и круто смотреться. Об этом мы тоже куда-нибудь позже поговорим. Сегодня мы говорим вот именно о вертикальных шотах. Что еще можно снимать вертикально? Вертикально можно снимать рабочий стол, можно снимать какие-то вещи, которые вы делаете, да, поделки, поделки, поделки. Ну-ка, давайте посмотрим, снимает они поделки нормальным образом или нет. Если вы собираетесь продать какие-то вещи, которые делает ваш ребенок, например, да, своими руками, то вполне возможно, что вам надо будет их сфотографировать. То есть если будет ребенок делать какие-то красивые гармошки, там, не знаю, собирает или еще что-нибудь, какие-то штуки, то, соответственно, надо будет это дело фотографировать. Вот это плохой вариант, сразу могу сказать, снятый вечером дома со вспышкой и как-то выглядит неаппетитно и страшно даже, я бы сказал. Вот этот вариант намного более интересный, снят с обычным, ну, с естественным освещением. А вот вариант вообще самый шикарный, потому что таким образом вы даете возможность оценить объекты, оценить их объем, оценить их красоту неземную и все такое. То есть, в принципе, таким образом вы создаете картину понимания со стороны человека, который хочет это дело купить или, ну, не знаю, приобрести или вы хотите ему подарить, там, не знаю. Вот, можно делать коллажики, коллажики мы тоже будем изучать, это будет позже, когда на одной картинке можно собрать все этапы создания какого-то там букета или какого-то изображения. Вот, то есть таким, давайте куклы наберем. Допустим, если есть еще куклы, то куклы тоже можно снимать вот таким образом, да, более-менее прикольным. Это тоже практически вертикальный шот получился, но не на фоне пола, а на фоне стены, потому что у куклы, как правило, есть волосы, у нее есть ножки, которые свисают и так далее, то, соответственно, все эти элементы, да, идеальный вариант подавать все-таки на, ну, как бы, более-менее однотонном фоне, чтобы оно не отвлекало ни от чего внимания и, соответственно, с достаточно хорошим ярким освещением. Вот, это можно на фоне зелени любой, зелень ненастоящая, можно взять любую искусственную зелень, какую угодно, и создать вот такую нимфу, да, как бы ее положить на любой фон, на однотонный какой-нибудь фон, или на фоне тряпочки, да, это дело лежит сейчас, или на фон какой-нибудь, не знаю, там, на стол посадить. Вот, то есть, такого рода картинки, они достаточно просто делаются, и это тоже вертикальные шоты, вот эти, да, например, вот они лежат, две куколки просто на столе, и у них красиво расправленные волосы, и сфотографировано просто вертикально. Таким образом, подать вашу работу можно и легко, и красиво, она будет хорошо выглядеть, она будет прикольно подаваться, ну, вот, видите, допустим, да, там компьютер, телефон, книжка и куколка, хоп, все, то есть, вы таким образом можете задать настроение и показать, каким образом ваших куколок можно использовать, например, да, там, куда их посадить, в какое место их там обычно кладут, или там, куда они, сейчас посмотрим, хорошо сделано, красиво. Вот, если вы продаете картины, или продаете, или делаете картины, и вам надо подать каким-то образом, что эта картина нарисована лично вами, она круто выглядит, да, то есть, те же самые краски, которые у вас есть в наличии, наверняка можно здесь красиво расположить какой-нибудь кактус, все что угодно, ну, и, соответственно, такого рода картинки, которые, когда не только картина сама, но и какие-то элементы, вещи, которые, с помощью которых она создана, книжки, там, ну, в смысле эти кисточки или еще что-нибудь в кадре присутствуют, да, то в этой ситуации такую картину оценивают гораздо выше, потому что сразу видно, что она создана вручную, что создана, ну, как бы, руками мастера и так далее, да, и, соответственно, если вы создаете какие-нибудь хадмейдовые вещи, хадмейдовые, ручные, ну, как бы, сумочки там или еще что-нибудь, какие-то вещи делаете, и у вас есть какой-то фирменный монограмма или фирменная какая-то штучка, да, там, ценничек, то его тоже можно красиво подать, красиво повесить, ну, вот, то есть, такого рода вещи, такого мелкие вот эти детали, мелочь всякая, да, она очень хорошо влияет на решение человека о покупке, она очень хорошо влияет на ваш собственный имидж и на то, чтобы, допустим, вот, да, сделать один раз себе какую-нибудь красивую подложку, и на ней фотографировать всяких куколок или все, что вы делаете, то почему бы и нет, вот, и, соответственно, подписывать потом эту, ну, как бы, свой логотип ставить или просто подписывать такую картинку, это, ну, от этого хуже никому не будет, это будет только лучше для вас и для тех людей, которые смотрят ваши картинки, они вас запомнят и будут уже, уже знать будут, что искать, да, то есть, вот, Крис Голуб, например, надо, и вот она, пожалуйста, есть красивые такие сумочки, вот она подписана монограммой и, соответственно, есть название. Все, то же самое можно написать в хэштегах свое, все что угодно, да, и, соответственно, это дело выложить в сеть для того, чтобы люди знали, что у вас есть авторские куклы или авторские какие-то вещи, работы, и, соответственно, по этим хэштегам, по вашему названию могли бы их искать в любое время, когда они неожиданно вспомнили, что им нужен подарок или какая-нибудь волшебная штука. Вот здесь очень хороший, кстати, пример, Крис Голуб, если что, да, очень хорошо все снято, в качестве примера для подражания можно использовать, то есть, вот, Кристина Голуб, Пермь, землячка моя, да, и вот она такие вещи делает, сама вручную собирает и, как бы, рисует такие красивые картинки, вот, поэтому, если вы неожиданно вдруг собираетесь продавать компьютер, то его тоже можно снять как-нибудь красиво и неожиданно. Это видео, неважно, вот, и, соответственно, таким образом мы подаем любой товар, любой объект, компьютер, ну-ка, продам телефон. Продам. Сейчас посмотрим, есть что-нибудь, продам телефон. Продам телефон, есть публикация, о, видите, вот, можно даже телефоны продавать таким образом. И можно, соответственно, сфотографировать вот так вот, уродски, как бы, как только максимально возможно, да, чудовищно. А можно сделать финт ушами и сфотографировать это дело все как-нибудь красиво, модно и как-нибудь там супер, супер креативно. Ну, вот, например, отличная фотография. Вот, ну, то есть, я понимаю, что многие из вас этим делом заниматься не будут профессионально, но, тем не менее, хотя бы общее представление о том, как, вот, отличная фотка, как раз тот самый вертикальный шот, да, и, в принципе, сережки, и цепочка, и золотой красивый iPhone. Все, все супер, и, соответственно, если он бушный, если он немножко поцарапанный и так далее, то при таком освещении боковом, да, боковое дневное освещение, еще раз напоминаю, царапины будут, даже если видны, то они будут чуть-чуть, совсем немножко, ну, как бы, незаметны. Если вы вот это же самое сфотографируетесь со вспышкой, или, бог не дай, при электрическом освещении, при лампе, то все это будет настолько страшно и чудовищно выглядеть, что лучше никогда это дело не показывать никому. Вот живой пример, вот такое чудище, естественно, кто-нибудь может, кто-нибудь и купит, но за 4,5 тысячи, ну, это очень вряд ли. Вот, поэтому, естественно, задумывайтесь много раз, прежде чем вы собираетесь что-то сфотографировать, не надо делать вот таких фотографий, потому что вот это говнище, ну, как бы, оно не производит ни на кого впечатление, никто никогда не купит такую корову, которая хромая, кривоногая, еще и пахнет какашками. Ну, то есть, в общем, неправильный подход абсолютно. Вот, поэтому смотрите, экспериментируйте, все это, то, что я рассказывал сегодня, имеет смысл вообще всегда, не только к сегодняшнему заданию. И, соответственно, если вам неожиданно пригодится, и вы захотите сделать красивую, хорошую фотографию в Инстаграме, то запомните, что лучше всего сейчас, на данный момент, лучше всего заходят фотографии, которые сделаны при естественном освещении, при боковом, и на, ну, как бы, направленный вертикально вниз. То есть, надо положить ваш объект продажи, или ваш объект съемки положить на любую поверхность, на какую-нибудь красивую, и, соответственно, сфотографировать ее вертикально сверху вниз. Таким образом создается очень красивый, красивый, ну, как бы, фон, красивая картинка, и, соответственно, такого рода картинки производят на любого человека, на любого потенциального покупателя намного больше произведений, производят намного больше и намного более позитивное впечатление. Все, всем пока, до новых встреч, потом расскажу, как снимать еще другие варианты, и более подробно, что такое композиция, и как она строится.